Дом на Петра Сухова 34 дольщики окрестили проклятым. Долгострой не могут сдать уже несколько лет. Виной тому нехватка денег. Администрация города уже ставила вопрос помощи с финансированием застройщику. Ему выделили деньги на первый этап, запусти людей. То есть он кормит обещания не только нас, администрации, говорит неправду. Ну, мы уже устали от этого вранья. Я живу на съемной квартире, плачу ипотеку. Нас таких, как я, очень много. Мы с детьми снимаем. Как нам дальше жить? Раньше сдать дом не могли из-за парковки, поскольку в подъезды нужно заходить именно по ней. Все недочеты доделали. Сейчас прорабы работают над козырьками, электроснабжением. Застройщик решает очередную проблему с батареями в одном из подъездов. Батареи по проекту сделаны правильно. Но проект, как я говорила, был непосредственно разработан еще в 2016 году. Сейчас у нас 2024 год и по новым требованиям батареи должны быть наверху на высоте 220. Нам дают новое проектное решение по зашивке этих батарей. То есть, одним словом, по нормативной базе проходит, если мы их сделаем в нишах. Нишу можно сделать не долбят, только зашивкой, гипсокартоном. Чтобы закончить все работы и сдать квартиры, застройщику нужно примерно полтора миллиона. Очередной кредит компании, скорее всего, не дадут. И единственный способ получения денег – продажа парковочных мест. Но это невозможно, поскольку данное имущество арестовали. Застройщик надеется, что жильцы смогут заехать в октябре. Но недовольные дольщики уже подали в суд, чтобы взыскать неустойку за задержку сдачи объекта. Суд мы выиграли, но пока иск находится только на руках у нас. Почему? Потому что инициативная группа просит слезно, как говорится, чтобы никто не подавал. Иначе, если все дольщики подадут в суд, мы квартиры свои не получим. Застройщик просто не имеет столько средств, чтобы выплатить все компенсации. И может на этом обанкротиться. И тогда не ясно, через сколько месяцев или даже лет дольщики получат долгожданную крышу над головой. Этот год семьи. И мы, как бы, молодые семьи, просим помочь, услышать. И надеемся на лучшее. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.